Восхождение Меры будут жесткими, будут жесткими и последуют Он стал преемником президента накануне солнечного затмения 9 августа 99 года Он стал фактическим главой государства 31 декабря 99 года Когда весь мир ждал прихода антихриста Ваш кабинет? Не знаю Так начался его век В декабре 2001-го он планировал посетить главную православную святыню, гору Афон Но неожиданно разыгралась такая буря, что поездку пришлось отменить Надеюсь, что еще там побываю 21 января 2002 года, на 666 день после его избрания президентом, был закрыт последний независимый федеральный телеканал ТВ-6 Демонстративно грубо там в условии вырубили из эфира В мае 2003-го он выдвинул лозунг удвоения внутреннего голового продукта Мы должны как минимум удвоить валовый внутренний продукт страны По тогдашнему курсу рубля ВВП России составлял 330 миллиардов евро Так он впервые публично потребовал, чтобы страна работала на достижении числа зверей В июле 2003-го на его личное сбережение был открыт колокол для Саровского монастыря Уже в ноябре у колокола отвалился язык 14 марта 2004 года, в день выборов президента России, произошел ужасный необъяснимый пожар в Манеже И он вступил на свой второй срок, объятый клубами серого дыма В этом, в 2007 году, сумма расходов по закрытым статьям бюджета России Составляет 666 миллиардов рублей Вот эта картина апокалипсиса, она совсем необязательна к реализации Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok